Книга «Открытым оком», том 3, тема «Молитва», вопрос 1067. «Можно ли некрещеному молиться за некрещеного?» — отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Иеремия 33.3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иоанна 1.6. «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Иоанна 6.37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». 1 Царств 16.7. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Итак, Бог слышит человека, кто бы он ни был, каким бы он ни был, только бы он не грешил, а старался подражать Богу. Иоанна 9.31. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает». Сколько звуков вокруг, даже ночью не смолкнут машины, и глядит удивленно на шумную землю луна, по дорогам шуршат в быстром беге колесные шины. Где же ты, тишина? Мы куда-то спешим, мы о чем-то заботимся вечно, наша жизнь суеты и пустого движения полна. Смотрит вниз высоты ночью темной, далекий путь млечный, у него тишина. Я все время тружусь, только сделать и выполнить надо, я все время с людьми, и так редко бываю одна. Но душе моей больно, и шум ей смертельная яда, ей мила тишина. Только поздно в ночи, утомясь от дневной канители, я сажусь на конец, мне не нужно глубокого сна, мне не нужно удобной и теплой мягкой постели, мне нужна тишина. И душа отдохнет, словно ланью воды в полдень знойной. И в молитве перед Богом забудет о шуме она. И сама замолчит в том, чтобы слышать, как с неба спокойно говорит тишина. Что сравнится с тобой тишина, нисходящая с неба? Ты елей для души, ты покоя и мира полна. Без тебя не вкусил бы наш дух благодатного хлеба, дар небес. Тишина, вера, кушнер. Богу нашему слава, всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь.